Июнь месяц этого года признан самым дождливым за 70 лет. За несколько дней выпало аномальное количество осадков. Спасатели и сотрудники всех аварийных служб Дмитровского городского округа в оперативном режиме ликвидировали образовавшееся подтопление. Обильные осадки вызвали резкий подъем уровня воды в реке Березовец. В результате был подтоплен Сресенский храм и прилегающая к нему территория. Спасатели Дмитров спас это подтопление ликвидировали достаточно быстро. Оперативно службы среагировали и на тревожный сигнал жителей поселка ДЗФС. Этот тротуар между школой номер 3 и детским садом был полностью в воде. Подтопление было ликвидировано. Оперативно службы округа сработали и по сигналу поступившему из города Яхрама. У реки Яхрама находится детский дом-интернат. Когда поступило сообщение, туда были присланы все службы, которые также откачали воду, отвели ее на грунт. Тем самым ситуация была решена. Нет, детей не эвакуировали. Необходимости для этого не было. Учитывая все июньские ситуации, сегодня службы Дмитровского городского округа работают в режиме повышенной готовности. Мы находимся сегодня в режиме повышенной готовности. Все службы мобилизованы. Службы ЖКХ, МОСАВС. Есть взаимодействие с МЧС, с МОСАБЛ, ПОШ-СПАСом. Также наша муниципальная аварийно-спасательная служба также находится в усиленном режиме. Службы 112 и ДДС также усилены сотрудниками. В случае, если возникнет какая-то непредвиденная ситуация или предполагаемая ситуация, они будут в готовности принять любые вызовы от наших жителей. Чтобы предотвратить новые подтопления в случае повторения июньской непогоды, сегодня активно ведется мониторинг всего Дмитровского округа. Более пристальное внимание уделяется населенным пунктам, которые расположены рядом с водоемами. Вдоль реки Яхрома, вдоль реки Березовес и вдоль реки Сестра у нас находится многочисленное количество населенных пунктов. Это и садоводческие товарищества, это и деревни. При таких ситуациях эти населенные пункты падают под подтопление. Соответственно, там производится сейчас мониторинг. Данная ситуация находится у нас на контроле главы Дмитровского городского округа Ильи Игоревича Поначевного. Каждые два часа докладывается ему. Он в свою очередь это дело докладывает губернатору. В случае возникновения подтопления звоните в единую диспетчерскую службу. Номера телефонов указаны на экране. Или же набирайте 112.